Всем привет! Сегодня в нашем выпуске так называемых новостей тема подростков, а именно грабежи, преступления, нападения на прохожих, на взрослых, которые от подростков не ожидают ничего плохого на улице. О чем я говорю? Первый случай, вернее первая часть вот этого выпуска посвящена 11-летнему марокканцу, приехавшему в прошлом году в Германию, поселившемуся около Гамбурга в городке Нордерштед и сколотившему вокруг себя целую подростковую банду. С октября прошлого года по июнь этого года в состав этой банды входили 7 человек и они совершили около 70 преступлений. Что это за преступления? Это обычные квартирные взломы. Как они действовали? Они просто-напросто толпой отвлекали хозяев дома, когда вот этот вот 11-летний подросток, марокканец, влезал через окно или через задний двор, через дверь в дом и выносил оттуда ценные вещи. Будь то золото, будь то хрусталь, кому он сегодня уже нафиг нужен, или какая-то оргтехника. Случайно полиция напала на след вот этих вот ушлепков, по-другому их не назовешь, и взяли, как бы на подсадной утке, взяли вот этих вот ребятишек, зачинщика, сейчас ему уже 12 лет, и одного из его подельников. Случилось так, что на подсадной утке они попались в руки полиции. Оказалось, что когда полиция взяла вот этих вот ребятишек, оказалось, что в этой банде, как я вначале сказал, полный комплект 7 человек. Все те вещи, которые они воровали, они пытались продавать для того, чтобы или купить себе наркотики, или купить себе какую-то дрянь, купить себе какие-то вещи, или еще что-то. Им было абсолютно наплевать на то, что люди своим трудом зарабатывают на жизнь, зарабатывают себе, чтобы купить, к примеру, допустим, тот же самый золотой парсигар. Непосильным трудом два золотых парсигара, курско-замшевая и импортная, тоже две. Ну, смех смехом, но это дело серьезное. И вот этот вот марокканец, сколотивший вокруг себя целую банду, обладает действительно большим криминальным талантом. Потому что ему помогали, в данный случай, когда попался вот этот вот марокканец со своим подельником, ему помогали выходцы из Туниса и также немецкие подростки, которые, ну, скажем так, выходят из неблагополучных семей. Взят он был со своим подельником, который имеет, как бы, двойное, вот, ну, не гражданство, но двойные корни. Немецко-тунисские, то есть, может быть, у него папа немец, мама из Туниса, а может быть, папа из Туниса, а мама немка. Полиция об этом не говорит, они просто сказали, дочь Тунезия, все, разбирайтесь, как хотите. Но факт остается фактом. Вот эти вот пионеры, используя фактор неожиданности, используя момент, когда человек, в первую очередь, обнаружив у себя кражу в доме, будет думать, что к нему влез профессиональный вор, никогда не подумает на проходящего мимо мальчика. Дядь, дай 10 копеек, может, тебе дать ключ от квартиры, где деньги лежат. Помните Остапа Бендера, да? Да, так вот, старшего раскололи. Этот мелкий главарь всей этой банды, вот этой шайки, марокканец, он не подлежит суду, потому что он несовершеннолетний. Но его отправили, есть такое понятие, Югенхерберге, это там, где молодежь иногда или приезжает временно, типа, как постоялый двор для молодежи, когда они толпами куда-то едут, и в каком-то городе, типа, вот такой молодежной общаге они там живут. Его отправили в такое вот общежитие под надзор Югентамта. Всех остальных сейчас вычисляют, благодаря тому, что раскололи вот этого подельника, взятого вместе с ним на этой краже. То есть, просто тот стоял на часах и караулил, подойдет ли кто или не подойдет. Но получилось так, что полицейские оказались в этом случае хитрее. Идем далее. Полиция Кельна предупреждает всех граждан, чтобы они в определенных местах, если и ходят, то старались прикрывать свои золотые цепочки или серебряные цепочки одеждой и не носить это на показ. Сейчас участились случаи, вот среди опять-таки этих подростков, выходцев, мигрантов, нападения на прохожих и срывания, в первую очередь, золотых цепей людей. Опять-таки, когда вы идете по улице, вы не думаете о том, что проходящий мимо вас 12-13-летний подросток вдруг набросится, как ярый тигр на вас и сорвет у вас с шеи цепочку. Вы же об этом не думаете. Вы идете и мечтаете, летаете в своих мечтах, в своих облаках. И тут происходит такое вот неприятное действие. Полиция взяла одну банду, которая срывала цепочки с людей. И опять-таки оказалось, что эта банда жила под надзором Югент-Амта в одном из таких вот молодежных общежитий. На месте дислокации вот этой вот банды полиция обнаружила 5 сотовых телефонов, около 20 сорванных с людей золотых цепочек и цепей, именно цепей, и обнаружила марихуану. Естественно, опять-таки, все вот эти вот ушлепки и отморозки находятся в возрасте от 15 до 17 лет. Опять же, они как бы не подлежат уголовной ответственности. Но ухо нужно иметь востро, потому что вот это вот граждане, деточки, которые приехали сюда, может быть сами, может быть со своими родителями. И пока родители бегают с флагами ИГИЛ и Палестины на пропалестинских демонстрациях и кричат о создании халифата в Германии, их деточки занимаются грабежом, их деточки бегают по улицам, воруют у людей сотовые телефоны, снимают с них часы, срывают золотые цепочки. Вот вам, пожалуйста, еще один самый свежий случай. Две недели назад в нашем городе, в одном из неблагоприятных районов, скажем так. Почему неблагоприятных? Потому что в этом районе находятся рядом стоят четыре трехэтажных дома. В этих домах живут асоциальные элементы. Живут наркоманы, живут пьяницы, те, кто нигде не работает и не хочет никогда работать. Случилось так, что несколько лет мне пришлось жить в одном из таких районов, но на соседней улице. И я видел своими глазами вот этих вот наркоманов, вот этих вот ушлепков, как они там живут, это просто ужасно. И дети, которые находятся рядом с ними, вернее по соседству, они все это видят. И хорошо, если у этих детей есть мозги в голове, чтобы не стать такими же вот, как вот эти вот. Но, слава богу, мы нашли нормальную квартиру. Та квартира у нас была тоже хорошая, но просто соседняя улица была, не алло, скажем так. И мы съехали с того района. Так вот, в том районе две недели назад на одну бабушку, не напал, подошел один представитель, скажем так, менеджер золотой ювелирной фирмы и начал ей предлагать золотую цепь каким-то там кулоном. Бабушка сказала, ой, извините, мне она не надо, у меня своего хватает, да у меня и денег таких нет. Что он ей сказал? Да вы не переживайте. Вы просто возьмите, поносите ее парочку дней, и когда вам понравится, не понравится, я к вам приду, и если она вам понравится, вы ее купите, а если нет, ну я вам эту цепочку возьму. И подумаешь, ну не понравилось, значит понравилось. И он повесил ей на шею эту цепочку, одновременно сняв с нее золотую цепь с кулоном, которая принадлежала этой бабушке. Когда бабушка поняла, что произошло, то было уже поздно, потому что это было уже дома, когда она пришла, она посмотрела на себя в зеркало и, грубо говоря, офигела. Не ну, мы же не в телевизоре, чтобы таких слов не говорить. Мы на ютубе, а здесь несколько другие возможности, несколько другие вот такие вот правила. Поэтому иногда такие словечки можно использовать, чтобы сдобрить те новости, которые вам преподносишь. Что сделала бабушка? Она тут же позвонила в полицию, сообщила полиции, сказала такой-то, 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 примерно такого роста, возраста, то-то-то-то. Полиция начала его искать. И пока за две недели они не смогли вот этого отморозка найти. Поэтому если вдруг, для тех, кто живет в Германии, если вдруг у вас висит пудовая цепь на шее, это не значит, что все население вокруг должно видеть эту цепь. Прячьте ее. Тем более, когда ходите по улицам в Берлине, в Кельне, в Гамбурге, во Франкфурте, на Майне, во Франкфурте, на Одере, в Мюнхене. Просто прикрывайте. Не надо кичиться своим богатством. Не надо показывать людям, что вы настолько успешные, что можете позволить себе полукилограммовую цепь с 20-сантиметровым крестом на груди. Этим вы никого не удивите. Разве что только будете разжигать криминальный интерес у проходящих мимо мигрантов, которым кушать нечего, которые не знают, где заработать лишнюю копеечку. Эти мигранты просто-напросто сорвут с вас эту цепь, еще могут вас избить. И в конечном итоге полиция скажет, разведя руки, ну что же вы хотели. С одной стороны, вы виноваты сами, с другой стороны, мы приложим все усилия, чтобы найти вот этих вот оборванцев. Вот такие вот дела. Это касательно криминальной хроники в Германии. Будьте внимательны. На улицах, ну и естественно, в общении с такими вот мигрантами, которых не знаю по каким причинам, но наше правительство просто вот так вот впускает до сих пор в страну. Что является причиной вот этих вот пропусков? Почему они их сюда запускают? Почему Фридрих Мерц с одной стороны, вот этот один из глав партии ХДС, которому пророчат на следующий год кресло канцлера Германии, и почему он, с одной стороны, кричит против этой миграции, против исламизации, с другой стороны, с его же позволения, предвыборные плакаты этой партии вывешиваются в городах на арабском языке. Вы знаете, иногда после таких вот фактов начинает складываться сомнение в голове в том, что наши политики действуют не собственноручно, не самолично, а по указке кого-то другого, по указке какого-то кукловода, который ними управляет для того, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в стране, но и во всей Европе. Вот такие у меня на сегодня были новости. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, держать ухо во стру на улице, не важно, будь то взрослые мимо вас идут, или юные мигранты. Всем удачи, не болейте, пока.